Что делать, если после дня, проведённого под тёплыми солнечными лучами, лицо покрылось волдырями и нещадно чешется? Фотодерматоз или фотодерматит, солнечный дерматит, солнечная крапивница – это заболевание кожи, вызванное солнечным облучением. Почему же оно возникает? Что способствует аллергической реакции? Каковы правила самопомощи в этой ситуации? Вообще, загар – это защитная реакция кожи на повреждения ультрафиолетовыми лучами. Под воздействием солнца особые клетки кожи, меланоциты, вырабатывают пигмент меланин. Он служит своеобразным зонтиком для кожи и придаёт ей тёмный цвет. Появление загара – это, по сути, сигнал о том, что наша кожа страдает. Солнечное излучение, особенно в избытке, запускает в организме процессы старения, может привести к ожогам, аллергическим высыпаниям и даже злокачественным образованиям. Ловить правильное солнце нужно от восхода до зенита и на склоне дня. Самые губительные лучи – инфракрасные. Появляются с 11-12 часов примерно до 16-17. Это период пиковой активности, в том числе ультрафиолетового излучения. Поэтому единственное верное решение – прятаться в тени в это время, а не загорать. Не стоит обольщаться и весенним солнцем. Ориентироваться нужно на ультрафиолетовый индекс, который публикует любое приложение с прогнозом погоды для смартфонов. Индекс должен быть меньше 6, тогда загар не причинит вреда. Если индекс выше 6, ни один доктор не пропишет вам солнечные ванны, даже весенние. За последние 50 лет агрессивность солнечного излучения выросла. И бронзовый загар уже не предмет зависти, а повод задуматься о последствиях. Не случайно в мире поменялся модный тренд. Некогда популярные загорелые образы уступили подиуму бледным лицам. В этом есть серьезный медицинский резон – сберечь наше здоровье. У нас в студии Елена Поступаева, иммунолог-аллерголог Краевого центра клинической аллергологии и иммунологии Краевой клинической больницы. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня говорим про фотодерматоз. Значит ли это, что когда мы перезагорали, пересидели на солнце, вот это он и есть, фотодерматоз? Нет, это не он есть. Когда мы перезагорали, мы просто получаем ультрафиолетовый ожог. Он может быть разных степеней, вплоть до пузырей на коже. Но фотодерматоз – это реакция, под основой которой лежат все-таки иммунные механизмы. И здесь происходит фотосенсибилизация клеток кожи. И в этом случае здесь реакция даже клинически отличается от простого воздействия ультрафиолета. То есть получается, что это аллергия на солнце? Да, если так можно сказать. А как это проявляется и как понять, что это… Проявляется иными проявлениями клиническими, чем просто мы перезагорали. Как правило, фотодерматоз развивается на открытых участках тела. Это могут быть просто кисти рук и лицо. И это характерно для водителей. Очень часто приходят водители праворульных автомобилей, открывают окно, выставляют правую руку. И вот они приходят, правая рука, лицо, кисти, декольте. То есть это кожа груди. В этом случае здесь не просто идет гиперемия, покраснение кожи. Пациенты жалуются на чувство сильного жжения. И появляется не просто краснота, а появляются элементы. Это могут быть папулы, могут быть визикулы, пузыри. Поэтому и развиваются они гораздо быстрее, чем просто когда мы находимся на солнце. Ведь когда мы перезагорали, понимание об этом приходит к вечеру, когда понимаем, что все начинает как-то печь. А вот если это фотодерматоз, то понимание приходит гораздо быстрее. И здесь не просто чувство жара, общее чувство жара, а именно сопровождается зудом и иными элементами на коже. И может ли меняться какое-то общее самочувствие? Или в принципе человек может себя чувствовать хорошо? Или может как-то это еще проявляться, помимо того, что очаги на коже таким образом выглядят? Это может проявляться незначительным повышением температуры до субфибрильных цифр. Это 37, 37,2. Это может быть чувство общего какого-то озноба, ломоты в суставах, в мышцах. То есть это общий дискомфорт. Ну, конечно, хочется понять, почему это происходит. Ведь такое не у каждого человека, да? Это как-то вот у людей, которые склонны, может быть, к аллергическим реакциям. Или это какой-то, может быть, там, ну, не знаю, тип людей, да? Как можно понять, почему это вообще происходит? Это определенный тип реакции. Тип реакции. Здесь задействованы клеточные механизмы, в отличие от атопических различных, допустим, крапивницы, где идет выброс гистамина. В этом случае имеют значение клеточные механизмы. И, как правило, требуется фотосенсибилизация клеток кожи. Наиболее часто это происходит на фоне употребления тех или иных лекарственных препаратов. Поэтому, когда речь идет о весенне-осеннем периоде, летнем, пациенты, принимающие те или иные лекарственные препараты, по разным поводам, должны посмотреть в инструкцию о препарате. Конечно, в первую очередь должен знать инструкцию врач, назначающий терапию. И предупреждать пациентах о возможных последствиях, ну, иногда это из-за временных ограничений упускается. Поэтому пациенты все-таки должны посмотреть, нет ли угрозы фотосенсибилизации. Наиболее частыми препаратами являются антибактериальные препараты. Антибиотики, да, как мы говорим, да? И вот по своей практике, по опыту работы могу сказать, что чаще это лица мужского пола. Почему-то они пытаются поправить свое мочеполовое, мужское здоровье, лечение различных простатитов с учетом антибактериальных препаратов. Почему-то они это делают весной, готовясь к летнему отпускному периоду. И вот прием препаратов в контакте с солнцем может запустить эту реакцию. И в этом случае эта реакция будет повторяться каждый раз при контакте с ультрафиолетом. И получается, что вот если, например, человек принимает курс лечения, антибиотики или какие-то другие группы препаратов, то бывает так, что он уже закончил, да, а какой-то еще промежуток времени продолжается. То есть не то, что вот сегодня выпил последнюю таблетку, завтра можно на солнце, да? То есть, видимо, нужно этому дать еще время какое-то, да? Нужно время для того, чтобы произошла полная элиминация лекарственного препарата из организма. И, конечно, когда идет курс антибактериальной терапии... Лучше не бывать на солнце. Нужно ограничить пребывание на солнце. Если это невозможно сделать, то нужно максимально закрыть кожный покров. Это вот я обращаю внимание автомобилистов. Мы не находимся на солнце, но через лобовое стекло идет мощная инсуляция. Поэтому здесь нужно обращать внимание. То есть даже при закрытых окнах можно получить вот такой фотодерматоз? То есть мы сейчас говорим не про то, что вот открытые окна, и даже если окно... Ну, вот лобовое стекло, и сама за рулем у меня еще до того, как я стала ездить на дачу, у меня загорели кисти и лицо, потому что находишься, как раз ультрафиолет через лобовое стекло очень мощно попадает. Поэтому перчатки автомобилиста для пациентов с фотодерматозом мы даже за рулем рекомендуем носить бейсболку или кепку с хорошим козырьком. Да, это ношение очков, но с очками, опять же, это должно быть очки под козырьком, потому что если очки без козырька, то от стекол идет блик на нос, и в этом случае мы видим нос и щеки, очень яркие реакции вплоть до таких текущих элементов с выделением. Я сейчас подумала о том, что, наверное, в солярии тоже можно получить реакцию, да? И в солярии можно получить реакцию, но есть такой тип, два типа пациентов с фотодерматозом. У кого-то очень яркая реакция идет на первые лучи, а потом с набором дозы она стихает, а у кого-то наоборот, чем больше набирается доза, тем ярче клинические проявления. Вот для пациентов, у кого сначала ярко, а потом стихает, в зимний-весенний период рекомендуется очень маленькими дозами, короткими, субэритемными, чтобы не было аритемы на коже, вот набирать эту дозу, и тогда к началу весеннего-летнего сезона, когда идет очень яркая инсоляция, пациенты ощущают себя лучше. Инна Геннадьевна, а вот кремы от солнца защитные, там бывают разные защиты, да, в зависимости от типа кожи, они в этой ситуации могут помочь? Или все-таки фотодерматоз – это другие реакции, и кожу мы не защитим кремом? Мы защитим кожу кремом, но здесь речь идет не о типе кожи. Мы рекомендуем самый высокий фильтр, 80-й, и использовать его практически постоянно, выходя на улицу. То есть утром, если выходим вечером, все равно, несмотря на то, что солнце уже под другим углом к горизонту, все равно должны использовать этот фильтр. Ну и, конечно же, в двух словах, ну что же делать, да? Если вот заметили такую нетипичную реакцию, которая все-таки отличается от того, что мы загорели, да, что оно проявляется сразу, как вы сказали, и может прям сразу до пузырьков, да, до каких-то вот таких высыпаний. Что делать, чего не делать? Ну, во-первых, не заниматься самолечением, обратиться к врачу. Если вдруг в ближайшее время, в ближайшие дни вы не можете обратиться к врачу, то, пожалуйста, фотофиксация у всех телефона с камерами, у всех. Это позволит врачу сориентироваться... Сфотографировать? Конечно, сориентироваться в типе кожных высыпаний, элементов. То есть как оно возникло, как оно появилось? Значит, и обращение... Здесь врач назначит антигистаминные препараты для того, чтобы уменьшить количество гистамина и других активных веществ в клетках кожи и назначит местную терапию в зависимости от степени тяжести те или иные крема и мази. Поэтому, пожалуйста, да. То есть само, наверное, тоже может пройти, но лучше все-таки обратиться за помощью, да? Если это очень незначительное клиническое проявление, то в течение двух-трех суток они могут разрешиться, но оптимальнее все-таки обратиться к врачу, потому что у нас впереди будет лето, и это не последнее лето нашей жизни, поэтому... Ну да, и если вы сказали о том, что такие реакции, они могут накапливаться, усиливаться, и сегодня чуть-чуть, а через какое-то время быть сильнее и доставлять больше дискомфорта, неудобства и такого беспокойства того, что происходит. И хочется предупредить вот эти пляжные процедуры, когда мы находимся возле воды, даже если мы находимся под зонтиком, то отраженные лучи от волн, от песка, они также могут влиять. Поэтому всегда люди, страдающие фотодерматозом, летом ходят в светлых, прозрачных, закрытых, длинных одеждах. Это брючки, носочки, очень часто у женщин стопы поражаются, и длинные рукава. Ленгрия Ильинина, большое спасибо. Мы говорили о фотодерматозах. В студии у нас была Ирина Поступаева, врач-иммунолог-аллерголог Краевого центра клинической аллергологии-иммунологии Краевой клинической больницы.